Сегодня будет что-то! Мы продолжаем с вами знакомиться с самыми красивыми и популярными объединяющими традициями на выездной регистрации и на очереди церемония с рисунком. Привет, дорогие невесты! И если вы из тех, кто любит рисовать, и у вас планируется свадьба в ближайшее время, то обязательно, обязательно досмотрите это видео до конца. Знаете, это даже смешно. Я 10 лет работаю ведущей свадебных церемоний, и за эти 10 сезонов я ни разу не провела этот наикрасивейший обряд. Чуть позже я расскажу, почему он не пользуется популярностью, но для начала мне бы хотелось его представить для вас в самом лучшем ракурсе, потому что это действительно невероятно красиво, трогательно, а самое главное – оригинально. Церемония с рисунком символизирует союз двух творческих личностей, которые, в свою очередь, станут основой для новых творческих достижений, белый холст на этой церемонии – это начало нового совместного пути, а вот краски, которыми жених и невеста будут рисовать – это их жизнь та, которую они хотят создать вместе. Жених и невеста рисуют разными красками, которые символизируют их индивидуальность, а получившееся творение символизирует их вместе. Вот такой вот красивый обряд, вот такая легенда, традиция, которую можно обыграть по-разному. И вот сегодня я с удовольствием расскажу, какие интересные варианты существуют. Итак, первый вариант – так называемая классика жанра. И, кстати, этот вариант подойдет для тех, кто никакого отношения не имеет к искусству, не умеет рисовать, но очень творческая натура и с удовольствием бы на своей выездной регистрации провел данный обряд. Что вам понадобится? Как я уже сказала, холст, белый холст и краски. Краски находятся в бутылечках, в таких неких сосудах, которые во время церемонии даются паре. И уже в хаотичном движении пара создает свой неповторимый рисунок, который не похож ни на что. Смотрится, конечно, это очень эффектно. И вот для того, чтобы не замараться, вы можете использовать фартуки и перчатки. Кстати, помните, я говорила вам о том, что эту традицию редко выбирают. В моем случае вообще не выбирают. Почему? Потому что невеста думает, что она грязная. Ну вот как вот в самом начале свадебного дня, выездная регистрация проводится в самом начале, испачкаться, замараться и весь вечер ходить в грязном платье. Так вот, чтобы этого избежать, просто подготовьте к этой традиции перчатки и красивый фартук. Это будет классно смотреться. Кстати, такие же инструменты мы с вами обсуждали и во время проведения церемонии посадки саженца. Ничего такого страшного и грязного здесь нет. Главное – желание. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Но для тех, кто не хочет создавать арт-хаусный рисунок, кто хочет все-таки что-то нарисовать, нарисовать не абстрактное, а конкретное и авторское, существует второй вариант. И уже вот этот второй вариант позволяет вам нарисовать все, что вашей душе угодно, абсолютно ни в чем вас не ограничивая. Так в чем же преимущество церемонии с рисунком этой наикрасивейшей объединяющей традиции? Во-первых, она оригинальная. А во-вторых, эта традиция направлена на создание вашей первой семейной реликвии. Вообще, каждая объединяющая традиция направлена на это, но не все объединяющие традиции позволяют нам создать семейную реликвию. Так вот, эта традиция позволяет нам это сделать. И вот хороший вопрос возникает. А что же делать с этой картиной? Первое, что приходит на мысль, если это семейная реликвия, значит, ее нужно повесить на почетное место у себя в доме, на стене. И пускай она передает энергетику свадебного дня и напоминает об этом замечательном событии. Но есть еще один вариант. Например, вот эту красоту, а если вы выбираете первый вариант, то это будет крутой арт-хаус, вы можете подарить дорогим для вас людям. Либо человеку, который вас познакомил, либо пара, которая соединила ваши пути, либо своим родителям, либо брату, либо сестре. А мне остается пожелать вам только смелости для того, чтобы взять именно эту объединяющую традицию на свою свадебную церемонию и, конечно, прекрасной свадебной подготовки.